Авиасейлс. Сервис по покупке самых дешёвых авиабилетов. Вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас. Мы возьмём отпечатки пальцев, сделаем пару фото и посадим в одиночную камеру до выяснения обстоятельств. Добро пожаловать в Техас. Это Жизнь других. Техас – один из самых важных и больших штатов в Америке. Он крупнее любой страны в Европе. А местные жители могут не только оседлать быка, но и запустить ракету в космос. Что ещё они умеют, как живут и что любят делать? Сегодня вы всё об этом узнаете. Американский штат Техас, который ещё называют штатом «одинокой звезды», располагается на юге США, на границе с Мексикой. Второе по величине после Аляски и второй по численности населения после Калифорнии. Здесь проживает около 30 миллионов человек. И продавец машин Виктор – один из них. Ему некогда сидеть без дела, ведь машины в Техасе – это практически вещь первой необходимости. Также не сидит без дела 11-летняя Брук, которая после школы спешит в любимую танцевальную школу, где её обучают брейк-дансу и диджейнгу. А вот семья с громкой фамилией Холмс любит проводить свободное время в кругу родных и близких в своём доме, будто срисованным из американского сериала. Не менее красивым домом владеет и Патрисия. Вот только она в нём не живёт, а работает, ведь это роддом. Господи, вот это да! Слушайте, заходила я, конечно, в роддома, и сразу было понятно, что ты попала в роддом. А вот так, чтобы ты пришёл, и тут был рояль? Такого ещё в моей жизни не было. И вот сразу, вот прямо сразу напрашиваются слова. Так бы я рожала и рожала. Ну а что, рояль есть? Что ещё надо для жизни? Я много лет проработала в государственном роддоме, приняла не одну сотню родов, но всегда мечтала начать частную практику и дать возможности женщинам рожать без какого-либо медицинского вмешательства в атмосфере полного комфорта. Вот такой обычный дом на первый взгляд. Два года назад Патрисия превратила в частный роддом. Здесь нет палаты, родильного зала. Здесь нет медицинского оборудования и толпы врачей. Здесь только комнаты с удобной кроватью и ванной, а также акушерки, которые принимают роды максимально естественным путём. Женщины тут рожают не как все нормальные женщины в больницах, то есть лежит и рожает, а по старинке. Вот как вы думаете, как по старинке рожали женщины? Никто не лежал, оказывается. А они вот прямо так вот облокачивались и вот так вот рожали. Здесь вот внизу акушерка, врач, которая принимает эти роды. Вот прямо так вот точку опоры себе находит и всё. И вот так вот и рожает. Но многие женщины предпочитают рожать. Вот такая ступенька, боже, так вот она идёт рожать, вот так споткнётся. И вот здесь в ванной тоже. Вот доктор здесь сидит и прямо принимает роды. Каждый месяц в этом роддоме появляется на свет примерно 10 младенцев. На родах присутствует только акушерка и её помощница, которые окружают любовью, заботой и поддержкой роженицу. А если вдруг что-то выходит из-под контроля, и нашей пациентке требуется срочное кесарево, либо же мы не можем остановить кровотечение, мы тут же вызываем скорую помощь и отправляем её в госпиталь. С одной стороны, очень уютно и мило. Но если вдруг что-то пойдёт не так, то придётся ехать в клинику. Триша – одна из тех, у кого Патрисия принимала роды. И, несмотря на некоторые мои сомнения, она уверяет, что здесь даже лучше, чем в клинике. Первого ребёнка я рожала в государственном роддоме, больше туда ни ногой. Там все суетятся, что-то говорят, невозможно расслабиться. Тут же тишь и благодать. Я сама не заметила, как родила. У акушерки просто золотые ручки. Тебе страховка покрыла здесь все расходы, роды, или самой пришлось платить? Кстати, о цене. Тут я заплатила одну сумму и забыла. А в госклинике, где, по идее, страховка должна была всё покрыть, я ещё полгода получала счета, которые страховая отказалась оплатить. Стоимость родов в нашем роддоме около 7,5 тысяч долларов. Но в эту сумму входит всё, начиная с анализов на ранних сроках и заканчивая визитами акушерок домой к нашим роженицам. К тому же некоторые страховые покрывают часть этой суммы. Так что у нас в два, а то и в три раза рожать дешевле. И сэкономить не будет лишним. Ведь не успел ребёнок появиться на свет, как его уже надо отдавать в детский сад. В Техасе детей отдают в детский сад с двух месяцев. Представляете? Вот такую малюточку в два месяца уже в детский сад. И стоит это тысячу долларов. И я вам скажу, это ещё дёшево. По закону, декретный отпуск в Техасе длится всего несколько месяцев в зависимости от условий в контракте. Так как бесплатные госсады берут детей только с трёх лет, и там очень ограниченное количество мест, в частных садах рис ожидания расписан на год вперёд. Поэтому самый верный способ попасть к нам – это занять очередь, как только тест на беременность оказался положительным. Но начиная с 16-летнего возраста ребёнка родители могут немного выдохнуть, так как в государственных школах должно хватить места для всех. Благодаря налогам, которые платит каждый американец, наши дети могут получать среднее образование бесплатно. А вот частные школы делятся на два типа – католические и нерелигиозные. Первые стоят около 7 тысяч долларов в год, а вторые – до 30 тысяч. Но одной школы здесь многие не ограничиваются. Я помню, после школы всё время шла в музыкальную школу. Сольфеджио, хореография, фортепиано уроки. Ну, всё как у нормальных детей. В Техасе тоже нормальные дети ходят в музыкальную школу после школы, только у них вместо сольфеджио хип-хоп и диджейнг. Я хожу на танцы каждый день после школы. Я очень мечтаю стать известным брейк-дансером. Америка – это родина хип-хоп-культуры. Для многих это даже стиль жизни. Поэтому подобные школы, как наша, пользуются колоссальным успехом среди детей и взрослых. Месячный абонемент в школу танцев будет стоить от 80 долларов и до 200. Но не только хип-хопом живут дети в Техасе. Билли никогда не интересовался танцами, рисованием, футболом или клубом очумелой ручки. Ведь всё это и рядом не стоит с Родео. Этот вид спорта появился здесь, в Техасе, ещё в 19 веке. Сейчас каждую неделю проходит соревнование по Родео. Суть в том, что ковбой должен не только продержаться верхом на диком быке или лошади в течение 8 секунд, но и показать потенциал животного, пришпоривая его. Если бык или лошадь не будут достаточно резвы, судьи могут назначить повторный старт на другом животном. Американская ассоциация профессионалов Родео насчитывает около 5000 членов и устраивает ежедневно около 650 отборочных состязаний. 15 финалистов встречаются в финале в декабре в Лас-Вегасе. На одном из таких соревнований и победил Вилли, став настоящей звездой Родео. Ты прям такой настоящий ковбой. Тебе сколько лет? Мне уже 10 лет. А сколько лет ты занимаешься Родео? Я тренируюсь с 3 лет. Так, скажи мне, ты можешь на быках, на лошадях ездить? На ком ты можешь? Смотри, там овцы. На овцах ты же не ездишь. Обычно дети скачут на овцах, но я уже выступаю на лошадях и маленьких бычках. Ох, ничего себе! Ну, это же очень опасно. На ком сложнее, на быках или на лошадях? На быках, конечно. Однажды бык скинул меня, я упал, и у меня вылетело плечо. Было больно. Родео очень травмоопасный спорт. Здесь не только ломают руки и ноги, но еще и сворачивают шеи и даже умирают. Но это мало кого пугает, ведь один раз попробовав, ты уже не можешь отказаться от этого адреналина. Но кроме адреналина, некоторыми движет еще и азарт. Ведь за победу здесь получают деньги. На таких вот маленьких соревнованиях победитель получает около 500 долларов. А в Лас-Вегасе выигрыш уже измеряется тысячами. Какие бы деньги ни платили, я бы лучше своего ребенка отдала, я не знаю, на шахматы, а не на Родео. Все родители своих детей оберегают, чтобы, не дай бог, с ними что-то не случилось, с велосипеда не упал или еще что-то. А тут ребенка на быка и вперед. Не боитесь? Нет, мэм. Вилли не боится быков. А значит, они его не ранят и не причинят вреда. Таков принцип Родео. Какой молодец. Вот я боюсь, ты знаешь, поэтому я вот к ним вообще не подхожу. А многие родители отдают своих детей на Родео здесь, в Техасе. По-разному. Но наш Вилли сам захотел участвовать. Я хочу стать хирургом, поэтому выигранные деньги коплю на колледж. Я просто в шоке. Я в 10 лет с подружками в куклы играла. Чтобы отправить ребенка в хороший вуз, приходится откладывать деньги с его рождения. Ведь когда придет момент поступления, придется продать дом, чтобы ребенок смог получить хороший диплом. То есть вы вообще ничего не тратите, то, что он сейчас зарабатывает? Нет, это его деньги. И пусть он их потратит на свою мечту. Я хочу лечить людей, если они травмируют плечо, колено, руку или ногу. И папу своего вылечу обязательно, если он заболеет. Я буду болеть за вас и переживать. Сейчас приеду домой, скажу своему ребенку, не боишься быка, и он тебя не тронет. И отправлю к быку. Вот это ребенок. В моем детстве девочки мечтали стать балеринами, а мальчики космонавтами. В принципе, в Техасе мальчики тоже становятся космонавтами. Ну или хотя бы запускают ракеты в космос. Ведь в Хьюстоне расположен самый знаменитый космический центр НАСА. В шесть лет папа показал мне фильм «Звездные войны». И я решил, что хочу связать свою жизнь с космосом. Я получил специальность аэрокосмического инженера. И пока я еще был студентом, мне предложили стажировку в НАСА. Если среди наших знакомых обязательно найдется врач, юрист или экономист, то у каждого жителя Хьюстона есть кум с вателем брат, который работает в НАСА. Узнать зарплату работников НАСА все равно, что в космос полететь. Но в Техасе опытные инженеры получают в среднем 3000 долларов в месяц после вычета налогов, разумеется. Интересный факт. У каждого жителя Техаса, как и у всех американцев, в кошельке практически никогда не бывает наличных денег. Зато точно есть кредитка. Приезжая в новый город, не могу обойтись без покупок. В Техасе меня выручила карта ОТП банка. Она дает 120 дней льготного периода на онлайн и оффлайн покупки. Первый месяц карты можно снимать любую сумму без комиссии. Переходите по ссылке под видео прямо сейчас и оформите карту. Оплатите ей покупки на 3000 рублей в первый месяц и получите приветственные 1500 рублей в подарок. Кстати, карту привезут вам домой совершенно бесплатно. Зарплата врача варьируется от 2 до 10 тысяч в зависимости от места работы. А вот преподаватели университета получают до 4000 долларов. Шикарное место. Слышите, птицы аж прямо кричат. Люди утром выходят на пробежку здесь, выгуливают своих собак. Ой, птицы вообще неугомонные. Тут даже проводят экскурсии. И все это территория университета. Представляете? Ну красиво. Да слышу, слышу тебя. А нахожусь я на территории университета Райса. Он входит в топ-15 лучших университетов страны и топ-50 лучших университетов мира. Университет предлагает 40 программ подготовки бакалавров, магистров и докторов наук. Обучение длится 4 года, каждый из которых обходится в 47 тысяч долларов. За питание в столовой и проживание в кампусе надо будет заплатить еще 15 тысяч. Деньги, скажу вам, немалые. Поэтому многие студенты подрабатывают и часто делают это прямо в университете. Кто-то помогает в администрации, кто-то в библиотеке. И благодаря этому могут запросто покрыть оплату общежития. Обучение в университете Райса настолько насыщенное, что в свободное время я, например, просто отсыпаюсь, чтобы хоть немного восстановить силы. Но как бы трудно здесь ни было, преподаватели стараются как можно больше заинтересовать студентов. Может показаться, что Леса просто делает салат из свежих овощей. Но все не так-то просто. Оказывается, на примере кулинарии она объясняет своим студентам химические законы и формулу соединения уксуса с пищевой содой. Например, студенты могут не только убедить на доске, но и пронаблюдать на живом примере. Сначала руководство университета скептически отнеслось к моей идее. Но те результаты, которые студенты начали показывать на экзаменах и зачетах, превзошли все ожидания. И я рада, что химия ожила. И теория превратилась в увлекательную практику. Твои младших детей Рэнделла и Кармелла еще учатся в университете. И чтобы не тратиться на общежитие, еще живут со своими родителями. Как устроен быть типичной техасской семьей, сейчас нам расскажет семья Холмс. Привет! Ох, Кармелла, хеллоу! Боже мой! Рада тебя видеть. Проходи. А знаешь, как я рада, потому что так жарко у вас, что... О, хеллоу! Привет, привет! Рогатцы! Привет, привет! Вот, видишь, нормальное занятие, да? Это дети? Знакомься, это мой сын Гаррет. Это наш сосед. Он на лето приехал к нам. А вот и мой муж Рэнди. Привет! Рад знакомству. А почему... Подожди, я не поняла, почему ты на лето тут живешь? Как понять? Родители уехали на три месяца, и я решил погостить у друга. Ага, а ты не платишь ничего за жилье? Деньги не плачу, но вот если нужна моя помощь, я все смогу сделать. В 185 метрах живет пять человек, включая соседа. На коммуналку уходит примерно 400 долларов в месяц, и еще тысячи на продукты. Когда-то семья купила этот дом за 100 тысяч долларов, сейчас же он стоит 600. Найти жилье в Техасе без риэлтора задача непростая. Поэтому многие местные жители не теряют времени и сразу обращаются к опытным специалистам. В компании Хьюстон Лакшери Риэлти работают настоящие профессионалы своего дела. Они смогут подобрать лучшее жилье в Хьюстоне именно для вас. Элитная недвижимость в центре и в пригороде для покупки и в аренду. Все варианты вы можете найти на сайте компании. Кстати, дети выросли. Вы даете им денег или как? Или они просто работают? Вот он, взрослый сын, с вами живет. Он учится или что он делает? У нас с мужем общий бюджет. И мы все тратим сообща. Старшие дети живут отдельно и к нам только в гости приходят. А вот младшие еще на нашем полном обеспечении. О, так прекрасно. Муж стоит в сторонке. Непонятно чего. Слушай, так сказать, наши разговорчики. А вы давно женаты? Уже 36 лет. О, часто ругаетесь? Мы можем закипеть, но скандала не будет точно. Ей лучше уступить. А как вы развлекаетесь? Чем вы занимаетесь? О, сложный вопрос. Такое, как вы развлекаетесь? Мы очень много читаем, гуляем, ходим в кино. Можем просто сидеть на диване. А иногда ходим стрелять. Стрелять ходите? Не поняла, куда вы ходите стрелять? В тир, конечно. То есть ты правильно меня сейчас понял, мой вопрос. Я спросила, как вы развлекаетесь. Люди ходят в тир стрелять. Ну а что, нормальное развлечение по сути тоже. Честно сказать, вы для меня совсем другой мир. По выходным мы еще очень любим ходить в кантри-бары и танцевать. Кантри – это самый любимый стиль музыки у техасцев. Она играет у нас в машинах, в домах, на свадьбах и корпоративах. И под кантри всегда можно потанцевать в наших барах. Кантри-бары всегда забиты людьми. Но раз уж это так популярно, я просто не могла пройти мимо. Ну вот заходишь так вот в ресторан, а тут такая атмосфера, как в кино. В принципе, вот есть меню, так сказать, написано. Видите, что тут есть мясо, сэндвичи, тарелка. 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 А в тарелку можно взять на выбор барбекю, фасоль, перец с халапенью и картофельник с салатом. И вот это все удовольствие божественное, не побоюсь этого слова, кошмар, стоит 10 долларов. Ну еще надо попить что-то взять, да? Еда хорошо, но пришла я сюда не за этим. Я пришла научиться танцевать по-техасски. У нас есть популярный танец в линии под кантри-музыку. Этот танец знает каждый с самого детства. Мы его учили в школе. Меня научил его танцевать папа. Мы его танцевали на каждом празднике, и я запомнил. Если вдруг так вышло, что ни в детстве, ни в юности этот танец так и не удалось выучить, то можно запросто прийти в один из кантри-баров на групповой урок и заполнить этот пробел. Повторяй за мной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давай повторим. Шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Супер! Последний раз танцевать я училась в 11 классе, перед последним звонком. И скажу я вам, эти кантри-танцы совершенно на вальс не похожи. Все! Все! Как-то все закрутилось, завертелось. Я вошла во вкус и сама не заметила, как начала танцевать уже вместе со всеми. Я такое видела только в кино, я вам клянусь, они танцуют на самом деле. Рядом со мной танцевала владелица этого бара, которая сама уже, кого хочешь, может научить танцевать. Ты мне скажи, кто приходит к вам, какой контингент? Ну я смотрю, правда, все приходят. У нас очень разные посетители. К нам также часто приходят канадцы, мексиканцы и британцы. И им здесь очень нравится. Слушай, а сколько человек у вас тут может быть одновременно? Не знаю, 100, 200, 300. 300 человек здесь спокойно поместятся. Бывает, что и больше людей собирается. Люди много пьют спиртного. Тут схема простая. Выпил, потанцевал, выпил, потанцевал. Но потом все заканчивается пением в караоке. Что-то мне подсказывает, что от такой схемы и у нас никто не откажется. А скажи мне, а происходят какие-то, я не знаю, драки? У нас очень мирно было, несколько драк, и то между женщинами. Но если кто-то решит пустить в ход кулаки, то до караоке дело явно не дойдет. Вот так начинается, в принципе, любое американское криминальное кино. Но я не в кино. Я в настоящем полицейском участке. Ну, бумажка – это так, медаль. А одежда настоящая. Для всех нарушителей закона сценарий одинаковый. Задержание, снятие отпечатков и ожидание в камере. До пояснения всех обстоятельств. Так, ну что, хочу сказать, что у вас тут светло, чисто. Хотела сказать, уютно. Ну, так себе. Так, значит, у вас две полочки, а воды-то нет? Есть. А я, знаешь, как по старинке краны щетка. Так надо для безопасности, чтобы заключенный не залил пол и не нанес себе вред. Правильно, кстати. А ты мне скажешь, а что значит телефон тут? Может задержанный звонить все время по телефону? Да-да, задержанный может просто снять трубку и набрать номер своих родных или близких. А я в кино видела, что задержанный имеет право только на один звонок. А если он тут сидит, он может все время звонить. А деньги тут на копейку бросать или что делать? Звонок с этого телефона оплачивает тот, кому звонят. А один бесплатный звонок заключенный может сделать из нашего офиса. Задержание всегда происходит очень по-разному. Кто-то ведет себя тихо, а кто-то всячески сопротивляется. В меня и стреляли, на мне и с ножевые ранения. А если происходит погоня, то часто страдает полицейская машина. Тут у вас камера, смотрю, стоит, да? Наблюдаете, что происходит, да? Камера фиксирует все, кроме зоны унитаза. Так я вам скажу, это называется черная дыра. Или как ты тоже в кино видела, я... И он может зайти здесь что-то сделать, и вы это не увидите. Если заключенного долго не будет видно, то мы к нему обязательно заглянем. Слушай, ну конечно, вот эти вот, как называется это, нары? Или, ну, кроватей. Они очень опасны. У вас тут острые углы, он может пораниться. Пораниться может человек в нетрезвом состоянии. А для них у нас есть отдельная камера. А вы их кормите? Обязательно, три раза в день. Да вы что? Так хорошо тут они устроились, сидят себе в тепле, уюте. В такой камере заключенный проводит не более 24 часов. Дальше его отправляют в суд и назначают меру наказания. Техас, мирный штат, у нас безопасно. Но как бы мы ни старались, преступность не искоренить. Вы знаете, я заметила очень интересную закономерность. Все местные жители говорят, что Техас очень безопасный штат. И при этом у всех в доме есть оружие. Может, поэтому он и безопасный? Ох, интересные. Каждый житель Техаса, достигший 21 года, не имеющий судимости и каких-либо ментальных заболеваний, имеет право на хранение оружия. И, исходя из статистики, лишь единицы этим правом не пользуются. Да, у меня в прикроватной тумбочке лежит револьвер. Но мало ли что. Знаю, что у каждого второго дома есть пистолет. Но лично мне пистолет не нужен. Оружие – это большая ответственность. Надо уметь им правильно пользоваться и знать, когда его можно и нужно применять. Стоит сказать, что в Техасе не просто каждый второй, а практически каждый первый имеет оружие. А стрелять здесь умеет чуть ли не с пеленок. Я, хоть и не местный житель, но решила научиться держать пистолет в руках. И для этого поехала в полицейский участок в небольшом городе Энглтон. Сейчас научу тебя стрелять из газового пистолета. Это дурная идея, чтобы я стреляла. Ты готова? Ой, ну с Богом. Господи, что уже в моих руках чего только не было. Вот газового пистолета еще не было. Такие проходят тренировки. Техас – это такая вещь, где все должны уметь стрелять. Да, ну что, гоу? Что? Сильнее жми. А, он такой тугой у вас. Мальчики готовы? Раз, два, три. А! Я не знаю насчет газа, но я облохла. Оператор мой вообще дергается, как ничего не слышу. А, это я. Ну, я не знаю, конечно, по моим ощущениям, я как минимум на роль Джеймса Бонда. Точно могу претендовать. А вот это я? Или вот это я? Ты посередине. Ну, то есть я попала. В принципе, в Техасе я тоже не пропаду. Тут же безопасно. Стрелять я уже умею. Насколько вы это поняли. Я умею готовить, стрелять, делать нервы и выгуливать собаку. Торбой. Оружие часто используют не по назначению. Либо в момент ограбления, либо во время каких-то личных разборок. Порой причиной всему бывает алкоголь. Чтобы таких случаев было как можно меньше, в Штатах и в Техасе в том числе, очень распространены сообщества анонимных алкоголиков, которые помогают справиться с зависимостью тем, кто сам бессилен. Когда-то в клуб анонимных алкоголиков меня привел мой босс. Он обратил внимание, что в моей жизни появились проблемы с алкоголем, и она шла под откос. Я же считал, что все отлично, пока не опустился до самого дна. Благодаря своему наставнику в клубе я справился с зависимостью, и уже многие годы я чист. Теперь же я сам помогаю людям с похожими жизненными ситуациями. Еще одна причина беспокойства в Штате – это тема расизма. Несмотря на то, что с каждым годом проблемы на этой почве возникают все меньше, год назад движение Black Lives Matter прошумело на весь мир. Помню, когда-то в школе со мной не общались, потому что я дружу с афроамериканцами из нашей футбольной команды. Сейчас все не так печально, но от своих коллег другой расы я все еще слышу грустные истории. У нас очень разнообразное общество. Я надеюсь, что очень скоро цвет кожи не будет вызывать никаких разногласий. Семье Далькор, а особенно родителям, тоже есть что рассказать на эту тему. Все зависит от того, к какому поколению ты принадлежишь. Мне и мама, и бабушка рассказывали о жесткой сегрегации, как нельзя было находиться в одних и тех же помещениях людям с разным цветом кожи. А вот поколения моих детей все реже сталкиваются с дискриминацией. Хотя я никогда не забуду, как школьная учительница моей дочери унижала ее из-за цвета кожи, и никто в это не хотел вмешиваться. Сейчас модно говорить, да, я не расист, я ведь дружу с афроамериканцем, но я сомневаюсь, что они искренне могут понять ту боль, которую пережил наш народ. Как ты думаешь, что нужно сегодня сделать, чтобы вот то, о чем ты говоришь, изменилась эта система, ушла эта проблема, чтобы стало лучше? Во-первых, необходимо, чтобы следующее поколение знали, какой ужас происходил каких-то 50 лет назад и никогда не повторял этих ошибок. Во-вторых, стоит помнить всего одну вещь – мы все прежде всего люди. Люди с одинаковыми проблемами, с одинаковыми желаниями и порой похожими целями. Надо не сражаться друг с другом, а объединиться и помогать. Только за этим есть будущее. Пола родился в обычной небогатой семье. И с самого детства дал себе слово, что добьется успеха и обеспечит своей семье лучшую жизнь. Так и произошло. Пока в их большом новом доме проходит ремонт, семья снимает квартиру в одном из элитных районов Хьюстона. Младшая дочь учится в университете и давно переехала от родителей. Ты же живешь отдельно, ты сама зарабатываешь или вы ей оплачиваете? Да, я работаю официанткой и сама оплачиваю свое жилье. Классно, слушай. У тебя такие ногти красивые, вообще супер. Как ты все время, если хочешь подчесаться, как ты чешешься такими ногтями? Мне интересно. За день привыкаешь, а потом уже никак без них. Ты ничего не должна делать с такими ногтями. Ты тогда должна так вот так сидеть, и тебе должны все приносить и делать. Какая ты официантка? Как ты можешь взять вот так вот? Это же невозможно. Вот мама может сказать дочке, что у тебя там за ногти, или что у тебя за татуировки, или вот ресницы такие длинные. Вот вы какие-то можете делать замечания своей дочке, или в принципе это бесполезно, или вам все нравится? Так, дочка смеется, мама. Я не всегда от всего в восторге, но это ее выбор. Пусть самовыражается, как ей хочется. А кем вы работаете? У меня свой бизнес. А вы? Я учусь на медсестру. А, я поняла. То есть дочка студентка, мама студентка, папа только один работает. Вот это жизнь, вот это я понимаю. Слушай, прекрасно. Ну ничего, я работаю сейчас. Но как только все получат дипломы, я засяду дома с бутылочкой пива в руках, и буду целыми днями смотреть футбол. Это он так мечтает. Пока они выучатся, ты уж состаришься. И ты в любом случае будешь сидеть и смотреть футбол. А они будут говорить, где деньги? Знаю мы такие истории. Как и многие местные техасцы, семья Далькор каждое воскресенье ходит в церковь. И оказавшись здесь, я просто не могла пройти мимо одной из них. Каждое воскресное утро в Техасе начинается у людей в 7.30 утра с музыки и танцев. Они одевают свои лучшие наряды и приходят в церковь. Да? Вот так вот, может, в 7.30. Это ж во сколько надо встать? Каждое воскресенье мы проводим по две службы в 7.30 и в 10.30 утра. Пастор Льюис уже много лет работает в церкви новой веры. У него есть жена и четверо детей. Каждый месяц он получает зарплату и несколько недель в году уезжает с семьей в отпуск. Внешне он сильно отличается от привычных батюшек. И поначалу кажется, что ты попал в театр, а не в церковь. Служба состоит из нескольких этапов. Сначала я или другие пасторы читают проповедь, потом все молятся, а в конце мы начинаем петь. И этому пению, хочу ей сказать, позавидуют звезды Бродвея. Ведь это настоящий концерт и какой-то невероятный праздник музыки. Чтобы петь в горе церкви, нужно пройти конкурс в Министерстве музыки. Он бы так в шоу-бизнес, а! А какая правая энергия сумасшедшая! Хор состоит из профессиональных певцов, каждый из которых прошел не один этап отбора. Ну, не церковь прям, а шоу-голос. Оторваться от этого церковного хора просто невозможно. Прям сумасшедшая атмосфера интернетика! Техас не перестает удивлять. А все потому, что местные жители делают все с любовью к тому месту, где они родились и живут. Когда техасец уезжает за границу, и у него спрашивают, откуда ты? Знаете, что они отвечают? Мы из Техаса, а уже во вторую очередь из Америки. Во всех поездках по Европе отвечают только так. Это огромный штат, размером с целую страну. Возможно, поэтому мы чувствуем себя прежде всего техасцами. К тому же Техас имеет свой особый статус и в любой момент при желании может выйти из состава США. Еще обратила внимание на то, что здесь днем с огнем не найти общественный транспорт. В Хьюстоне каждый член семьи вынужден покупать себе машину, потому что общественный транспорт есть, но очень слабенький, будем так говорить откровенно. Поэтому маме, папе, бабушке, дедушке, дочке, сыну, брату, собаке, кошке, всем по машине. В Техасе как только стукнуло 16, все сразу же садятся за руль. В старшей школе у всех учеников уже есть права. Поэтому во время больших перемен они садятся в машину и куда-то уезжают обедать. Водительские права я получила в день своего 16-летия. Научилась водить я еще в 15. А вот на 16-летие брат подарил мне старенькую тачку, которая стоила несколько тысяч баксов. А я на свою первую машину заработал сам. Мне было уже 19. Стоит заметить, что молодежь не покупает большие дорогие машины, чтобы пустить пыль в глаза. И никто здесь не откажется от поддержанного авто. Рынок бэушных машин пользуется огромным спросом в Америке. При желании можно продать машину любого года выпуска. Главное, чтобы она могла перевозить людей из точки А в точку Б. Это самое важное для каждого техасца. Деннис тоже с юных лет водит машину. Вот только сейчас он больше любит рассекать по улицам родного Галвистона на своем огромном байке. Деннис пенсионер и с радостью пригласил меня к себе в гости, чтобы рассказать о том, как живут техасцы после выхода на пенсию. Привет! Как ты? Проходи, пожалуйста. Спасибо огромное. Почему продается дом? Он очень большой для меня одного. Деннис, а ты тут вот сидишь, да, вот так вот на диване, да? Ой, давай посидим с тобой, давай. А сколько лет вы живете в этом доме? Я построил его в 99-м, так что уже 22 года здесь. А куда вы поедете? Я останусь в этом районе, так как все мои родные живут по соседству. Все тут, да? Все тут. Ой, как хорошо-то, господи, Деннис. Может тебе продать? Всего 650 тысяч. Я бы, может быть, и да, но далековато. В Техасе, как и во всей Америке, пенсионный возраст для мужчин и женщин наступает в 67 лет. Можно выйти и раньше на пенсию, но тогда вместо 100% положенной суммы ты будешь получать только 75. Сколько лет ты уже на пенсии? Я долго работал пилотом. И последний мой полет состоялся в июле 2004-го. Позже я работал на государство, пока в 2009-м меня не сократили. Сейчас я консультирую одного бизнесмена в его деле. Ты сейчас на пенсии продолжаешь работать, правильно понимаю? И да, и нет. Лично я не занят полный день, а дополнительный доход капает. Я тоже могла бы давно быть на пенсии, но я не могу оставить своих учеников. Я очень люблю свое дело. Многие техасцы работают на пенсии не столько из-за денег, сколько из-за того, что не хотят сидеть дома без дела. Средняя пенсия у техасцев – 1200 долларов, а максимальная – 3,5. Сейчас Деннис живет один в своем большом доме с четырьмя собаками, которых он взял из приюта. У него есть любимая женщина, с которой он уже 11 лет вместе. Но после трех предыдущих браков он решил больше не жениться. Ты мне вот скажи, что ты пенсионер американский, ты счастливый, одинокий, ну ты не одинокий, конечно, самодостаточный человек. Чего тебе не хватает в жизни? Собаки есть, подруга есть. У меня все есть, но я очень жалею, что бросил школу в девятом классе и не стал ветеринаром. Ведь я был проблемным подростком, и у меня было только два пути – или тюрьма, или армия. И я, конечно же, выбрал второе. Ты со своей подругой не живешь вместе, я правильно понимаю? То есть она приходит к тебе в гости, ты к ней, да? Мы поругались с ней, и она не хочет ко мне сейчас приходить. Но я все равно помогаю ей и ее сыну. У тебя своих детей нет? Я воспитывал детей своих жен, но свои дети так и не появились. Возможно, это к лучшему. Я очень требовательный и авторитарный. Как я сказал, так и должно быть. Жалеешь, что детей нет? Да, иногда бывает, что я об этом жалею. Но только в те моменты, когда мне нечем заняться. А так у меня насыщенная жизнь. Я езжу на рыбалку, встречаюсь с друзьями, гуляю, весело провожу время. Поэтому все хорошо. Но гуляя по дому, я заметила на холодильнике письмо для любимого дедушки. Скажем, у тебя же нет своих детей, а вот тут тебе кто-то написал письмо, любимый дедушка. Это кто тебе написал? Это письмо от дочери моего приемного сына. Она сейчас учится в университете. Такая красавица и умница. У вас любовь с ней, да, взаимная? Да, я в ней души не чаю. Подарил ей на Рождество чек на тысячу баксов, чтобы она себе что-то купила. Я люблю делать подарки и помогать своим родным и близким людям. Ведь иначе зачем мне деньги? С собой я их точно не заберу. Зато сколько радости и счастья они могут принести моим родным и близким. Мне же нужна только их любовь. Дорогой дедушка, я тебя очень-очень люблю, и мне очень жаль, что бабушки уже нет с нами. Ты у меня самый лучший. Я очень надеюсь, что мы скоро увидимся. Люблю тебя и всех твоих питомцев. Крепко обнимаю. Люблю тебя и всех твоих питомцев. Техас Техас кажется очень уютным и в чем-то даже провинциальным штатом. Но при этом каждая домохозяйка хранит дома револьвер. Здесь любят проводить вечера в кругу семьи, дома. Но мало кто откажется от танцев в любимом кантри-баре до утра. Но главное, что каждый житель Техаса гордится тем, что он родился здесь. Ведь... Здесь живут самые лучшие люди. Дружелюбные. Отзывчивые. Порядочные. Здесь уважают традиции. И умеют веселиться. Заботятся о старших. Помогать подрастающему поколению. Здесь очень тепло и солнечно. Уютно и хорошо. Здесь родилась я. Здесь живет моя семья. Техас. Моя родина. Я все время рассказываю вам о жизни других. Жизни, которой хочется восхищаться, а может даже и подражать. Но помните главное. Ваши жизни ничем не хуже. И возможно, именно в этот момент кто-то отдал бы все, чтобы стать похожим на вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok